Всем привет! Вы на канале Надзор. С вами Игорь, я сотрудник компании Dahua. И сегодня мы поговорим об открытом ПО для управления видео. Что такое NX? Для чего нужен? Что с ним делать? NX Network Optics это условно-бесплатное ПО. Что значит условно-бесплатное? У вас есть 4 лицензии на 3 месяца. 4 лицензии это 4 канала, 4 устройства. Дальше, если вам надо расширить или увеличить количество времени, то вы уже покупаете лицензии. Для чего надо? Например, многим не нравятся стандартные ПО для управления видео. Или у меня в моем парке оборудования много разных производителей. Для этого я беру стороннюю систему для управления видео, которая позволяет мне много-много брендов объединять в одной системе. Давайте посмотрим на сайт, с кем интегрирован NX и разберемся более детально. Итак, официальный сайт выглядит следующим образом. Посмотрим партнеров. Так как у компании Dahua есть полная интеграция с NX, значит все наше оборудование, включая аналитики, будут отображаться тоже в NX. Давайте откроем Dahua. Отсюда мы перейдем на официальный наш сайт. Можем посмотреть все модели камер, которые сейчас на данный момент интегрированы от Dahua. Естественно, каждый день добавляются новые модели камер, каждый день появляются новые интеграции. Итак, мы видим кучу других производителей. Откроем Dahua. Видим огромное количество устройств, которые уже интегрированы. То есть 69 закладок. Можно сделать экспорт для проверки. Самое интересное, даже если вашей камеры нет в списке интегрированной, все равно она будет работать. Единственное, что не будет полноценно вытягиваться с нее аналитика. Но NX подразумевает встроенную в себе тоже аналитику. Там есть продвинутый детектор по движению, встроенная развертка рыбьего глаза. Это все сейчас мы посмотрим. NX вы можете скачать, перейдя на официальный сайт. Единственное, что вам надо будет зарегистрировать свой профиль. Дальше вы заходите в свой профиль и вам будет доступен для скачки комплект ПО. Из чего состоит NX? NX состоит из серверной части и клиентской части. Как мы видим, есть поддержка Windows, поддержка Mac, есть поддержка Ubuntu, Linux платформы, мобильные приложения и ARM-девайс, ARM-устройства. То есть спектр ПО очень огромен. Это одна, наверное, из единственных ПО, которая представлена для работы на линуксовых платформах и является бесплатной. Для Windows мы имеем серверную часть и клиентскую часть. Для Mac у нас только клиентская часть. Для Linux платформ у нас тоже клиентская и серверная части. Для мобильных устройств, такие как iOS и Android полностью есть и в App Store и в Google Play клиентские части. И для RAM-девайс. RAM-девайс это одноплаточные компьютеры типа Raspberry и NVIDIA. Для NVIDIA мы видим, что есть серверная часть, для NVIDIA есть клиентская и серверная часть. Также есть открытая SDK для интеграции, если вы хотите принимать с каких-то других платформ уведомления или слать в другие платформы также самоуведомления. Что касается ограничений, к сожалению, на один сервер мы можем подключить только 256 устройств, а на сервер на базе ARM-устройства только 16 устройств. Но серверов может быть огромное количество. То есть у вас есть один сервер, к нему подключено 256 устройств, 256 камер. Вам надо 512, вы берете два сервера. Здесь есть удобный калькулятор, который поможет вам просчитать необходимое количество серверов. Также здесь вы можете просмотреть необходимые устройства, которые могут помочь вам для построения вашей системы. Итак, 256 устройств на один обычный сервер на базе Windows, скажем, на ПК-станцию. И 16 камер, 16 устройств на сервер на базе ARM-компьютера. Для удаленной работы клиента и серверной части NX использует свое облако. Облако нам также дает ряд интересных возможностей по настройке своего сервера удаленно. То есть есть веб-вариант настройки сервера. То есть я могу зайти на облако, выбрать любую из камер, которые у меня есть на сервере, и удаленно ее либо просмотреть, либо настроить. То есть у нас получается веб-вариант администрирования сервера. Не только клиентские части, но и через веб-вариант. Если бы у меня было много серверов, то они бы здесь тоже отображались. На данный момент у меня только один подключен к моей системе. Итак, давайте посмотрим клиентскую часть, посмотрим, как выглядит интерфейс. Сейчас я клиентом на базе Windows машины подключился к серверу. Автоматически была просканирована сеть и добавлены устройства, которые есть у меня в сети. Так, давайте посмотрим, что же есть интересного. Настройки сервера. Здесь мы видим общий IP-адрес управления хранилищем. То есть система, сколько есть дисков подключенных, их свободное место, занятое и все остальное. Анализ хранилища. То есть можно просчитать, как быстро заполнится тот или иной жесткий диск. Так, также здесь есть встроенный мониторинг системы, есть лог событий, список камер на сервер, то есть их IP-адреса, MAC-адреса, версии прошивок. То есть мы видим, что благодаря полной интеграции система даже вычитывает версию прошивки и модель камеры. Так, давайте откроем камеру и посмотрим, как это выглядит. Откроем FISH-EI камеру EV5541AS. В NX есть собственная встроенная развертка FISH-EI камеры. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть благодаря тому, что это FISH-EI камера, я могу включить так называемый режим VR. То есть сейчас в реальном режиме времени я просматриваю свое помещение, как будто нахожусь там. Могу включить панораму 180 градусов. Данная камера у меня висит на стене. Я могу поменять настройки, указать, что камера, например, висит на потолке, и тогда уже будет раскладка немножко другая. Так, что по настройкам. Настройки камеры. Общая модель камеры, ее IP-адрес, настройки отображения, учетные данные, это пароль и пользователь для подключения. Запись. Встроенный детектор по движению для записи на сервер. То есть пишем постоянно, только по движению или при низком качестве и по движению. Движение. Здесь мы выбираем чувствительность, указываем зону движения. Можно непосредственно это сделать на самой камере. То есть мы, пожалуйста, и включаем раскладку, сеточку. Рыбий глаз. Работает для панорамных камер. То есть есть встроенная развертка панорамных камер, как мы показывали. То есть переход в режим VR. Здесь мы выбираем, где установлена камера. На потолке, на стене или на полу. И уже более точными настройками выставляем картинку. Либо можем использовать автокалибровку. Расширенные. Здесь NX нам позволяет непосредственно управлять настройками видео на самой камере. Кодек. Разрешение. Первичный и вторичный поток. Изображение. Плагины. Поскольку полная интеграция с DAHWA, здесь мы используем встроенный плагин для работы с аналитиками камеры. И экспертные настройки. Множество разных. Не записывать первый поток, не записывать второй поток. То есть дополнительные настройки, которые вы можете использовать. Также хотелось сказать, что NX поддерживает много-много-много языков. И есть уже украинский язык. Детальнее хотелось бы остановиться на вкладке веб-страница. Что такое веб-страница? В NX будет непосредственно отображаться веб-интерфейс вашей камеры или регистратора. Это очень удобная функция. Хотелось бы, чтобы другие производители ПО также добавили ее для себя. То есть мы видим, сейчас здесь отображается веб-страница с нашей камеры. То есть я могу ввести пароль, ввести пользователя и уже управлять настройками на самой камере из NX. В NX есть встроенный менеджер системы. То есть служба, которая следит за вашим сервером. Давайте посмотрим, как это выглядит. Это вкладка «Мониторинг». То есть мы можем окно состояния системы вытащить в клиентскую часть. Таким образом оператор, который будет наблюдать за какими-то событиями, также будет видеть загруженные серверы. NX позволяет делать множество разных уведомлений. Только их, естественно, надо перед этим настроить, привязать сервер, привязать почту, привязать... Если у вас есть экстренные службы типа Viber, WhatsApp, то все это возможно с NX. То есть все ваши разнообразные уведомления, они будут приходить на те или иные службы. То есть можно это посмотреть. Например, зайдем в «Правила для камеры». И тут мы видим, какие можно выполнить действия. Отправить на e-mail, показать уведомления. Давайте отредактируем, например. То есть посмотрим, сколько вариантов разных уведомлений можно выполнить. Давайте посмотрим, как настроить правила аналитики через NX. Есть у нас камера Dahua с аналитикой. Откроем эту камеру. «Правила для камеры». Добавить. Поскольку у NX полная интеграция с Dahua, значит мы можем управлять именно аналитическими правилами, которые есть на самой камере. Для этого мы выбираем «События аналитики». Выбираем нашу камеру, которую мы используем. 52-41. И видим возможности. То есть мы видим, что система вычитала все аналитики, которые есть на камере. Здесь и пропавшие предметы, и найденные предметы, пересечения линии, вторжения в зону. То есть благодаря полной интеграции мы работаем именно с аналитиками на самой камере. То есть это не аналитики, вшитые в NX, а аналитики, находящиеся на камере. Если у вас устройство с несколькими каналами, например, как тепловизор. Мы видим, что система распознала тепловизор. Давайте посмотрим настройки камеры. Так. Зайдем. Первый поток. И второй поток. То есть мы видим, что система отображает оба канала. Что касается камер с PTZ-управлением. Аналогично у нас есть камера с двумя PTZ-объективами. Давайте ее включим. И попробуем поуправлять этой камерой. Есть встроенное PTZ-управление. То есть выглядит оно таким образом. То есть мы показываем стрелочкой, куда двигаться, и управляем объективом. Давайте попробуем второй канал так же самое. То есть мы видим работу. Давайте более детально рассмотрим встроенный детектор движения и поиск по движению. То есть видим, что детекция движения происходит квадратиками. То есть вот так вот выглядит детектор. Включим запись по движению. Ну, это тебе напишем. Писать только по движению. Что нам дает вот этот детектор? Если у меня есть архив и была включена функция встроенная, запись по движению, я могу искать по движению в определенной области в архиве. То есть это как классическая функция для видеонаблюдения, но она и встроена в NX. Например, произошло какое-то событие. Я знаю, что это событие произошло, например, в этом магазине. Я выделю данный фрагмент и скажу, сделай, покажи мне все движение, которое было в данном фрагменте. Еще одна интересная функция, которая есть в NX, это добавление непосредственных линков на какие-то веб-страницы. То есть в клиентскую часть я могу добавлять линки с переходами на веб-страницы. В данном случае здесь установлен NX, стартовая страница. Для чего это нужно? У вас служба охраны, сидит человек на посту. И линками вы вынесли ему инструкции, как действовать в той или иной случае. Происходит событие, у него все инструкции перед глазами, он клипает на линк и открывает инструкцию и действует по ней. То есть очень удобно. Также все переходы, открытия инструкции, все это логируется. Есть полный лог по серверу, где вы можете ознакомиться, какие события были произведены на вашем сервере. Что кто делал, что кто включал. То есть полностью-полностью все логирование ведется с сервера. Очень удобный формат. То есть вы можете сделать выгрузку и потом отправлять какую-то систему дополнительную. Либо сами непосредственно отсюда разбираться. Давайте посмотрим вкладку администрирования системы. Здесь общая информация. Мы можем переименовать наш сервер. Разные события, журналы событий, список камер, аудит. То есть вычитать лог-файл в красивой форме. То есть вот так будет выглядеть. Куча разных фильтров есть для удобства. Наши закладки. Лицензии. Как я уже говорил, NX условно бесплатная. То есть вам дается 4 лицензии на 3 месяца. То есть это бесплатная лицензия. Она активируется. Вообще NX можно использовать и без лицензии. Но у вас не будет возможности записи. То есть вы только сможете просматривать камеры. Удаленно, локально. Но записывать именно в NX вы не сможете. Лицензия нужна только для активации записи. То есть если ваша задача стоит в постоянном онлайн просмотре, то пожалуйста вы скачиваете NX, устанавливаете и все. У вас руки развязаны. Но если нужна запись, тогда мы уже активируем лицензию. У меня стоит лицензия на 16 устройств. Я запросил у производителя. Они мне выдали лицензию на 16 камер. Дальше. E-mail. Здесь мы можем привязать свою почту для получения уведомлений. Пожалуйста. Дальше. Обновление. Есть автоматические обновления системы. То есть система сама проверит, какой у вас клиент, какая серверная часть. И скажет обновить и не обновить. Пользователи. Можем создавать своих пользователей. Здесь также видны какие есть привязки. То есть поскольку у меня удаленный мониторинг. То есть у меня сервер находится в одном месте, а клиентская часть в другом. То есть у меня происходит привязка через клауд. Вот мой клауд логин. Маршрутизация. Здесь я могу прописывать разные маршруты. Несколько сетей у меня разных. То есть здесь я могу добавлять или удалять, или активировать, запрещать. То есть тоже очень интересные настройки. Синхронизация времени понятна. То есть я могу синхронизировать время сразу на всех устройствах. InX Cloud. Здесь для дистанционной работы системы мне необходимо привязаться к клауду. То есть я создаю на InX Cloud свою учетку и потом через нее привязываю. Все это бесплатно. То есть активация на InX Cloud не требует от вас каких-то материальных затрат. Просто надо привязать свою почту. InX это не только ПО для работы с видео. Это также ПО для работы с устройствами контроля доступа, для охранных сигнализаций. Есть интеграции с аналитическим ПО, таким как BriefCam, HIRT, список огромный. Есть интеграция с системами автоматизации. То есть огромное-огромное количество производителей, огромное-огромное количество устройств интегрировано в InX. Если говорить именно по видео, то более 614 производителей видеокамер интегрировано в InX. А если посмотреть более детально количество устройств, то мы увидим, что более 11 тысяч устройств есть интеграция с InX. То есть откроем мы список и посмотрим, насколько он огромен. Есть для удобства, есть по категориям камеры сверхвысокого разрешения, камеры с ПТЗ, камеры с расширенным ПТЗ, камеры со звуком. То есть разбили для вас рыбий глаз, модуль вывода-вывода. Но, как я уже говорил, благодаря InX вы можете интегрировать какие-то свои другие устройства, потому что в InX есть API, есть SDK. То есть InX достаточно, так скажем, дружественный. То есть вы можете написать на форуме, что вы разработчик, и вам предоставят все необходимое описание. То есть очень интересно и очень емко. Так, посмотрим, как это будет выглядеть на мобильном устройстве. У нас iOS. Открыли мы клиентскую часть. Видим все наши камеры. Можно вот так вот посмотреть, сделать поиск. Надо не забывать, что клиентская часть в основном только для отображения видео и приема каких-то уведомлений. В данном случае будут работать пуш-уведомления, потому что я подключился через InX Cloud. Давайте откроем какую-то камеру. Например, вот эту. Можно послушать, что происходит, если микрофон есть в устройстве. Также есть ПТЗ-управление. Поуправляем ПТЗ-камерой с мобильного устройства. Попробуем сделать зум. Зум назад. Что по настройкам? Настройки минимальные. То есть предпросмотр, сохранить пароль, время сервера и пуш-уведомления. Если бы у меня были настроены какие-то правила, то сейчас бы ко мне сюда приходили пуши. Ну и здесь бы отображались все мои сервера, которые привязаны. На данный момент у меня только один сервер привязан. Естественно, он один и отображается. Можем отключиться от сервера. Видим, что все минимально, но достаточно удобно для пользования. Итак, сегодня мы посмотрели немножко о возможностях по NX. То есть для чего, как и почему. Но самое интересное, что вся наша демонстрация была реализована на сервере, который был сделан из вот такого одноплаточного компьютера. То есть сама плата с флэш-накопителем, жесткий диск для хранения видео и пауэрбанк. Это все. Это был наш сервер, который стоял удаленно и дал нам полноценно управлять 16-ти камерами и вести запись на жесткий диск. Возможность создания сервера на базе одноплаточного компьютера открывает огромный спектр направлений. Вы можете создать свой мобильный регистратор, то есть используя SSD, используя пауэрбанк, вы можете создать автономную систему, которая будет очень отказоустойчива, не подвержена внешним каким-то влияниям. То есть это очень-очень интересный продукт, на который стоит обратить внимание. Если у вас есть более какие-то конкретные вопросы, вы можете обратиться в компанию надзор, и консультанты вам помогут разобраться, может быть, даже помогут настроить эту систему.